В Самаре эвакуировали 25 человек из дома номер 226А на проспекте Кирова. Там произошел пожар. Из-за неисправности проводки в доме загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Пострадавших нет, сообщили в региональном главном управлении МЧС. На месте работали 34 человека и 9 единиц спецтехники. Рейс переправы из Рождествено в Самару, который должен был отправиться в 10.00, отменили. Как уточнили в речном пассажирском предприятии, это связано с техническими проблемами. Крылья Советов уступили в Москве Спартаку. Матч третьего тура РПЛ завершился со счетом 3-0. Первый гол в поединке на 30-й минуте забил Манфред Угальде. На 40-й минуте ударом с линии штрафной экс-игрок Крыльев Данил Пруцев отправил мяч в сетку ворот Сергея Письякова. На 56-й минуте встречи после ошибки самарских защитников Угальде оформил дубль. В следующем матче 11 августа Крылья Совета в Самаре примут воронежский факел. Сегодня глава региона Вячеслав Федорищев работает в Нефтегорском районе. В Телеграм-канале он рассказал, что посетил участки, которые предоставляют многодетным семьям, и принял решение, что правительство региона будет более оперативно помогать главам муниципальных образований обеспечивать их ресурсами. Кроме того, Федорищев заявил, что с 1 сентября в Самарской области сменится региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также он дал поручение областному правительству до 1 октября подготовить план газификации участков в микрорайоне в Нефтегорске. В Смышляевке продолжается строительство пятиэтажной поликлиники. Сейчас она готова на 70%. В здании разместят лечебно-профилактическое отделение, рентгенологическое отделение, дневной стационар, женскую консультацию и стоматологию. Также в учреждении предусмотрели безбарьерную среду. Сейчас на объекте устанавливают вентиляцию, систему кондиционирования, электроснабжение, отопление, водоснабжение и противопожарную автоматику. Внутри здания ведут отделочные работы, а снаружи благоустраивают территорию. В Самарской области в этом году отдохнули уже более 2 миллионов туристов. Об этом сообщили в Министерстве туризма региона. Чаще всего в губернии гостили жители Москвы и Санкт-Петербурга, Подмосковья, Оренбуржской, Саратовской, Ульяновской, Нижегородской и Пензенской областей, Татарстаны и Башкирии. Приезжие останавливались зачастую на 3 дня. Туристы посещали в основном Самар, Тольятти и Сызрань. Россиян привлекают Национальный парк Самарская Лука, Жигулевский заповедник имени Спрыгина и Рачейский Бор в Сызранском районе. Врач-флеболог рассказал, кто находится в группе риска развития тромбоза. Это мужчины после 40 лет, пациента после травмы, хирургических вмешательств, беременные и женщины после родов, люди, страдающие ожирением, девушки, принимающие гормональные контрацептивы. Иногда с онкологическими больными пациентами происходит так, что выявленный тромбоз помогает диагностировать рак. Важную роль в развитии варикозной болезни играет наследственность. Чаще всего варикозу подвержены женщины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова